Некое первое взаимодействие школьников с таким, скажем так, большим государством. И как это реагирует каждый из вас, если ребенка будут раздевать? Мы не нашли случаев с раздеванием в школах в мировой судебной практике. Их нет в практике ЕСПЧ и комитетов ООН. Для многих семей ЕГЭ — это единственный социальный лифт, потому что это возможность поступить в ВУЗ. Единый государственный экзамен в России снова критикуют. Но в этом году больше говорят не о качестве образования или недостатках тестовой системы. Организаторам ЕГЭ досталось за правила безопасности. Школьников перед экзаменами заставляют буквально раздеваться для досмотра. Охранники ищут шпаргалки даже в нижнем белье старшеклассниц. Скандал в Воронеже, где девочкам пришлось прямо на улице снимать лифчики, оказался самым громким, но не единственным, рассказывает Роман Перл. Меры безопасности строже, чем в аэропортах. Школьники выкладывают из карманов личные вещи, а затем проходят через рамку металлоискателя. И вот камера видеонаблюдения фиксирует, как охранники толкают подростков, а потом вынуждают девочку поднять свитер и показать нижнее белье. Это съемки досмотра перед экзаменом по русскому языку в 62-й школе в Воронеже. Задумайте, мы все тоже родители. И как отреагирует каждый из вас, если ребенка будут раздевать? Кто это придумает? Это правонарушение, а возможные преступления. Так отреагировала глава комитета по просвещению Ольга Казакова. Другие депутаты в очередной раз призвали отменить ЕГЭ. Сколько у нас девочек рожать не будет уже никогда? Потому что стрессов не взял. Воронежский скандал оказался не единственным. Перед экзаменом по русскому школьниц заставляли раздеваться и в Чувашии. Родители подростков уже написали заявление в прокуратуру. Но пока ни депутаты Госдумы, ни Следственный комитет, ни прокуроры, никого, похоже, не напугали. Уже на этой неделе подростков унижали в Московской области. Екатерина Мизулина опубликовала жалобу девочке, которая рассказала, как охранники тыкали ее одноклассников металлоискателями в Паховую область. Задирали школьницам юбки, а нескольких учащихся отвели в туалет, где заставили раздеваться. И все это перед единым государственным экзаменом по обществознанию. Тем самым предметом, на котором дети знакомятся с Конституцией страны, ее законами и правами граждан. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В СИЗО досмотры могут проводить, например, для предотвращения преступлений или беспорядков в тюрьме. Заключенных могут заставить раздеться и приседать. В практике ЕСПЧ есть случаи, когда унижающим достоинство посчитали досмотр литовского заключенного, которого заставили раздеться при женщине-офицере. В деле из Нидерландов сотрудники тюрьмы получили информацию о том, что один из заключенных может сбежать. Они поместили его в израторе строгого режима, и на протяжении трех с половиной лет, каждую неделю проводили досмотр с раздеванием. В случае с раздеванием в армии, например, можно привести кейс из России. 19-летнего Михаила Лялякина заставили стоять перед сослуживцами в трусах после попытки побега из воинской части. ЕСПЧ посчитал такое обращение унижающим достоинство, поскольку российские власти не смогли объяснить, зачем вообще нужно было раздевать солдат. Угрозы раздеть женщину могут расцениваться как сексуализированные домогательства и дискриминация. Журналистка Инга Абрамова из Беларуси столкнулась с неуважительным отношением сотрудников изолятора временного содержания во время ареста. Ее досматривали сотрудники мужского пола, и среди них не было женщин. Сотрудники трогали ее ягодицы, издевались над ней и угрожали раздеть догола. А что в Воронеже? Как вводится, никто из местных органов нарушения не признает. Материал проверки в Следственном комитете о некоторых взрослых отхранили от работы на экзамене. Ребенку, уверен, было крайне унизительно нагляться перед какими-то незнакомцами, да даже перед одноклассниками. Это был фрагмент видеокомментария, размещенного на сайте команды против пыток. Вы смотрите программу «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова, а на связи с нами учитель Александр Кондрашов. Привет. Александр, здравствуйте. Я попрошу вас прокомментировать вот эту ситуацию в Воронеже, которую уже обсудили, наверное, со всех сторон, во всех соцсетях, и не только и в Думе даже об этом говорили, в Следственном комитете и в прокуратуре, где, собственно, проводили обыски учеников перед тем, как сдавать экзамены. Как вы оцениваете такое поведение учителей, проверяющих во время ЕГЭ? Насколько это правдано? Ну, во-первых, это, конечно, не всегда, конечно, это только учителя себя, так ведут. Проверкинтолскатели могут сошить сотрудники ЧОПов, которые вообще, скорее всего, именно об этом, которые не имеют вообще отношения к педагогической работе. И в целом, мне кажется, что есть как бы два слоя экзамена, да, это как бы именно экзамен, но проверка знаний, да, кто может, кто с какими результатами закончил школу, там поступит в университет. Вот, но мы видим, ну, это вообще-то очень давно существует в стольной мере, да, что это еще и некая такая вот первое взаимодействие школьников с таким, скажем так, большим государством, ну, или одно из первых, да, потому что, все-таки, конечно, школа тоже формальная государственная структура, но она обычно как-то очень на местном уровне существует, вот, и там какие-то есть свои внутренние правила, которые могут отличаться, там, всяких сроки законов и так далее, вот, а ОТГ это показательно организовано, вот, там, правилам, которые присылаются из Москвы, с кучей, это очень дорогое мероприятие, да, при этом, хоть оно и дорогое, в нем используются практически примутители труда, потому что, там, мои коллеги часто работают в некоторых регионах, вообще за сущие копейки, они не могут часто от этого отработанных и отказаться. То есть, это некая такая вот вся ситуация, некого такого участия, вот, скажем так, такой очень централизованного государства, проверяется, он тоже стерилизован везде камеры, металлоискатели, вот эти обыски, контроль, все очень боятся, учителя очень боятся игре, потому что, и как напишут их ученики, и больше всего они боятся, если они что-то не так сделают, если они работают организаторами в аудитории. Очень страшно, посадят в тюрьму, уволятся, работают и так далее, если хочешь, что-то не так делаешь. Все очень вот так готовят. То есть, это не только для тех, кто сдает экзамен, но и для тех, кто принимает и контролирует эту процедуру. Конечно, конечно, но главное, что ты понимаете, это стресс, это вот, ну, в целом такая ситуация, да, эта ситуация, она несет сама по себе определенный смысл, да, не то, что мы заем, а как мы заем, что мы при этом делаем, как мы проверяем. И вот это вот, ну, и основные компоненты, это страх, страх ошибки, со стороны всех участников процесса, вот там, не знаю, губернатор региона, да, который боится, что его не будет, потому что это то, что, когда люди с федеральными властями один из отчетов, это там школьника, уборщицы, учреждения, аудитории, охранники для всех, это вот, какой-то страшная вещь, да, то есть, ну, кажется, заканчиваю школу, потому что, да, ответственный момент, почему он должен быть таким, почему это должен быть такой вот, построен на страхе, на, ну, да, что это, ну, часть такой государственной политики, да, принесена в школу, да, вот мы сейчас видим, как государство пытается в другие сферы школьной жизни, как бы все больше, вот, очень централизованно делать, например, разговор о вашем, да, который где-то там разрабатываются даже не педагогами, да, говорят, политикологами, вот, и рассылается по всем школам, вот, то есть, это вот новая вещь, а я появилась давно, как первый такой шаг по вот такому непосредственному контролю, условно говоря, из Кремля, ну, понятно, что там, вот, Рособенадзор, это вот не в Кремле находится, да, на Сухаревской, но в Москве, да, но тем не менее, да, вот оттуда вот напрямую следить за каждой школой, каждым выпускником, каждым, ну, не каждым учителем, но каждым учителем, который работает за ними всеми, вот, очень внимательно следят в эти дни, вот, то есть, мне кажется, что это такой первый шаг, повод такой вот гиперцентрализации, да, который мы видим в очень разных сферах нашей жизни, вот, ну, вот, в школу, оно пришло начинать с ЕГЭ, а теперь оно разрастается в разные стороны. Ну, смотрите, некоторое время назад психологи в России, ну, прям, начали бить в колокола и говорить о том, что появился синдром ЕГЭ у подростков, и они при этом отмечают, что год от года число тревожных расстройств на фоне сдачи экзаменов в школе вот этого ЕГЭ растет, и за медицинской помощью часто обращаются после ЕГЭ целыми семьями, то есть и дети, и родители, и все. По мнению декану факультета психологии Новосибирского государственного педа университета Ольги Андрониковой, сегодня единый госэкзамен из формального теста по проверке знаний превратился в событие, от которого буквально зависит жизнь человека. Как вы оцениваете, согласны ли вы с мнениями психологов, и, с вашей точки зрения, может ли школа повлиять, школа, учителя сами, образование повлиять на то, чтобы как-то изменить эту ситуацию, чтобы не доводить детей до суициды, каждый год, о котором мы слышим, читаем, в этом году уже тоже. Здесь очень важно, как в контексте нашего общества, это для многих семей ЕГЭ, это единственный социальный лифт, потому что это возможность поступить в ВУЗ, это бюджет, бюджетные места каждый год сокращаются, то есть понятно, что родители из более обеспеченных семей, наверное, они не так сильно переживают из ЕГЭ, потому что вообще в ЕГЭ какой есть плюс, все-таки, мне кажется, важный, чтобы она осталась, это то, что можно передавать, по-моему, два или три раза в год, вот, это, конечно, очень важно, но позволить себе это могут не все, во-первых, если мы говорим о мальчиках, который заканчивал, допустим, 18 лет, то это, ну, единственный шанс часто не попасть в армию, да, а попадание в армию сейчас для многих родителей это настолько большой страх, да, потому что уже речь идет о риске жизни своего ребенка, да, потому что мы видим столько сообщений, да, что происходит, не говоря уже о тех страхах, которые остались еще там с прошлых времен об армии, сейчас они в 10-20 раз после дня, и для многих семей, поэтому это единственный шанс, ну, как бы, действительно, стоит речь о том, куда пойдет дальше жизнь их там ребенка, в которого они вложили столько сил для родить ребенка, это и давление внешне огромное, страны родители, страны школы, причем и учители отдельно, одноклассников, потому что идет конкуренция между ребятами, для многих вот это одна задача, это единственный такой вот шанс, пока не менее, они вот так осматривают, да, вот, поэтому, конечно, ну, наверное, здесь разные проходы, да, не во всех странах поступления в ВУЗ, такой конкурентный, да, например, там, во Франции, Греции часто многие будут просто записаться, а исключают их после первой сессии, да, кто не смог дать экзамены уже обучающий вузе, вот, и здесь тоже есть проблема, потому что, я имею в виду, вокруг вот этого конкурса на поступление есть проблема, потому что вузы часто недовольны тем, какие приходят клиенты, они должны их понимать по ЕГЭ, но они часто получают, ну, не совсем тех людей, которые заинтересованы в этой специальности, и система высшего образования у нас ЕГЭ очень сильно не любит, вот, хотя, конечно, вот идея того, что в любой деревне можно поступить вуза, это очень здорово, да, что тебе не нужно ехать Москву, там, как в советские годы, там, лето, все лето жить там какой-нибудь воюдной тете, чтобы ходить на экзамены, это прекрасно, вот, но я думаю, что меры социальной поддержки, да, это первое, что нужно, и второе, ну, вот, ситуация с тем, что, как бы, достижение 18 лет и отсутствие от срочки, это просто фатально для многих семей, ну, этого быть не должно. Это проблема решаема? Ну, опять же, да, это прилипет общества, да, потому что мы видим, какие сейчас у нас прилипет, на что идут деньги, да, когда сколько стоит одна ракета, там, используемая на территории Украины и так далее, да, на эти деньги можно, там, подготовить огромное количество учеников, выделить им дополнительных преподавателей, и, конечно, просто нужны намного большие расходы на образование, lumière непосредственно содержارение образования, да, не на там, исполнение гимна, да, вот, мне рассказывали коллеге, да, в школу приезжают комиссию, там 6-7 человек, они только проверяют как исполняется гимна, и как прилипет флаг этих работ, они получают этот зарплату, наверное, не самую маленькую. Не один человек приезжает проверить, а целый коллектив, чтобы просто принять это на телефон, а в ему отчет, да, в этой школе поднимается флаг, и исполняется гимн. То есть на это идут эти деньги можно пустить на то, чтобы было больше учителей, больше поддержки отстающим ребятам, но эта поддержка, ребятам мотивирован yn дополнительно, дополнительно в образов אותו поддержку Это все требует вложения ресурсов. И политической воли, как многое сейчас в России. Спасибо большое, учитель Александр Кондрашов был на связи с программой «Человеком нет права». Спасибо, Александр.